здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас на мой взгляд очень важная беседа очень важный разговор а он будет проходить как бы вот в двух направлениях почему потому что тема нашего разговора очень важно это вот те человеческие зависимости с которыми очень трудно бороться речь идет о таком трезвом образе жизни но в нормальном и в духовном и в человеческом каком угодно понимание этого слова почему нас не получается сделать так чтобы все в обществе существовали без каких-либо вот этих неприятных мягко говоря зависимости вот тут мы решили пригласить очень любопытного на мой взгляд гостя который нам расскажет о том как эти вопросы пытается решать церковь или по крайней мере принимает в этом участие а вот в нашей мирской жизни пытаясь помочь людям ну остановиться не сделать какой-то последний шаг или вообще никогда не почувствовать на себе вот эту зависимость то что ну в общем тут много всевозможных моментов мы можем обсуждать но тем не менее пригласили мы члена епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями и по утверждению трезвости и профилактики зависимости клирик святотроицкого храма города люберцы ирия анна вячеслав сипович здравствуйте отец я вот мне очень я знаю что в церкви конечно своя немножечко методика название том числе и должности учреждения по утверждению трезвости и профилактики зависимости вот первый большой вопрос на который для того чтобы нам немножко наш разговор начать почему человека все равно тянет быть зависимым вот одно дело быть зависимым в хорошем смысле от семьи да когда вот ты должен отвечать за родных за близких за свою семью ну выполнять какие-то функции да как член семьи то есть заниматься нормально человеческой жизни но очень многие люди от этого бегут или даже не познают этого отдаются во власть вот этих зависимости которые кажутся такие легкие от них всегда можно отказаться но некоторые так и гибнут в них почему мы так зависим от этого наверное проблема в том что каждый человек стремится какому-то счастью к радости вот и очень приятно когда человек получает эту радость от общения с богом от общения с людьми от каких-то увлечений да вот какой-то красоты природы мира но к сожалению очень много людей ищут более простой способ как бы быстро и тут же удовольствие минуя все на свете и кажется но там счастье очень просто легко доступно вот и люди попадают вот в эту ловушку в эту сеть и и многие додумают что это все так просто но некоторые не возвращает к сожалению печальная статистика да очень много умирает людей и от алкоголя тем более от наркотиков и церковь заботиться заботиться конечно и переживает о людях нам жалко и видеть страдания людей и поэтому мы ведем эту работу вот ведь практически все религиозные организации мира я имею ввиду все направления так или иначе религиозный скажем так человек он в принципе к этому должен относиться отрицательно там потому что это как бы ну как у нас говорят от лукавого да тем не менее это присутствует и это даже есть некий элемент ну скажем такого национального колорита в самых разных странах где-то например мусульманских стран странах это ну под строгим запретом то есть это вплоть до ну не будем а говорить вот вопрос 2 в дальше уже пойдем по работе с организациями чем конкретно вы занимаетесь почему тогда это есть но если вот как светский человек если есть всевышний если есть тот кто за нами следит он нас на что-то провоцирует чтобы не сделали неправильный шаг нет тут можем сказать только о том что падшая человеческая природа так тянется к сожалению не всегда наверх очень часто тянется вниз это та самая наша греховность вне зависимости от религии народности вне зависимости от стопа страны да то есть во всех странах почти во всех странах присутствуют эти проблемы вот а насчет господа господь все хочет по любви то есть он нас не заставляет ничего делать но и не отбирает у нас свободу то есть он нам дал такой ты сам сам дар подарок выбора то есть мы можем делать добрые дела можем делать злые можем двигаться в одну сторону можем противоположно то есть мы сами выбираем и люди на когда выбирая какую-то путь дорогу да то есть они думают что все будет легко что это все нормально все естественно да наш есть да и я первый и последний вот ну и тут вот про национальность профессиональный колорит да ну есть да к сожалению у нас вот и фильмы показывают рекламу показывают да то есть и это же ну если наркотики они запрещены без разговоров да то касай касательно трезвости с алкоголем есть да вот все смотрим иронию судьбы тоже не значит что все пьют как уровень сло нет ну значит но какие поступки идут после этого на то есть после очень много до преступлений состоянии алкоголь на ты ну вообще да но у наших праздников много в том числе и религиозных праздников там где можно да и же такое слово разговец который некоторые понимают что надо прийти налить и выпить они значит ну встретить да это с какой-то радостью открыться что называется сердце свое но вот я вернусь все-таки к вопросу мы так немножечко да постулатные вещи сейчас пройдем и уже будем конкретикой заниматься но ведь было бы проще убрать это все нехорошее чтобы человек только делал добру чтобы не было возможности перейти на темную сторону луны почему господь этого не сделал потому что тогда это было бы не наш выбор не наша свобода да это был бы жандарм который нас ограничивает славяга и так нельзя делать так нельзя делать так нельзя делать так и ты просто находишься в розовых очках все время в таких да ты все время в рамках границы тут ты сам выбираешь до приходить ли к богу до отказаться от зависимости ну я думаю сейчас даже да очень много за человеком выбор как бы стоит хорошо хорошо напомню что речь идет об организации целый и прохиальный отдел по работе с медицинскими учреждениями и тогда вот такой вопрос что это за работа с медицинскими учреждениями это при каких-то специализированных учреждениях или вообще при всех мы у нас есть храмы при так храмы и молельные комнаты при лицезре больницы до 3 больница до люди лежат в тяжелом состоянии не могут прийти храм не могут посетить и мы приходим собираемся у нас есть график расписание каждый храм больничный служит в какой-то день и туда приходят люди кто может прийти до находится в палатах кто в тяжелом состоянии прийти не может после службы священник обходим обходим тех кто именно просит что такой лечебный лилизер каскаде лечащий священник который как бы помогают еще вот с этой точки зрения и как много таких у нас у нас в в нашем любви грецком благочинии четыре больничных храма и две молильные комнаты вот у каждой есть свое расписание вот и священник после того как отслужил службу те кто его позвал идут он идет в эти палаты и может причастить поисповедовать покрестить человек на сегодня кричим ряды когда собора даже можно покреститься да ну к примеру человек попал больницу стал о чем-то задумываться или решил или хотел до этого и не пришел он зовет священника просит чтобы его покрестили мы приходим совершаем крещение то же самое вот у нас если в роддоме до родился ребенок говорят состояние критическое надо там срочно назвать священника также мы тоже приезжаем крестим ребенка для того чтобы родителям было радостно ну и естественно вот и вы говорите про детей я знаю что также детский туберкулезный санаторий в малаховке есть который тоже до посещается священником ли там есть тоже нет там нету пока на территории ничего но мы с волонтерами с нашего храма вместе посещаем приезжаем на праздники там дети уже переболевшие но они находятся на восстановление то есть у них свой рацион у них природа они гуляют они занимаются там учатся но могут находиться там даже несколько месяцев ну да они скучают дешевле грустно-одиноко мы приезжаем какие-то они готовят для нас спектакли игры вот мы привозим например гитару поем снова танцуем играем спортивные специально подготовленные священники потому что это все-таки такой или это в принципе ну я не знаю как по команде идет ваш нет ну я как отвечаю за медицинские учреждения вот ищу именно даже специализированные то именно я давно у нас конечно есть и обучение да то есть мы проходим и курсы семинары у нас и посещаем конференции разные чтобы знать как общаться естественно по одному надо общаться с больным ребенком совсем по-другому со взрослым бальком ну вот теперь о взрослых вторая часть этого вашего служения так она называется утверждение трезвости и профилактика зависимости вот давайте все-таки теперь перейдем что делается в этом направлении потому что тема к сожалению глобально какие у вас какой вас инструментарий и делится ли это как-то потому что в названии это и трезвости профилактика зависимости они же разные бывают зависимости тоже да с трезвости давайте начнем самое первое поскольку мы люди верующие церковные для нас первое это молитва мы в разных храмах служим постоянно еженедельно ежемесячно в зависимости от храма мы служим молебен перед иконой христой богородицы неупиваемая чаша это образ матери божьей которые обращаются люди с теми или другими зависимостями то есть первое это молитва вот что это за икона название красивого не до иконы находится в нашей епархии в серпухове там два монастыря владычный и высоцкий и вот и люди туда со всей россии со всего мира приезжают молиться обратиться это за за помощью история иконы такова что в девятнадцатом веке один солдат очень пьющий человек все уже пропил все было плохо у него отказали ноги и во сне ему явился старец и сказал чтобы он отправился в серпухов и отслужил молебен перед этой иконы вот он не послушал старец дважды ему так являлся ночью как без ног ноги отказали он пошел на четверенька пришел туда в монастырь и попросил монастыре чтобы отслужили вот этот молебен после этого к нему здоровье вернулась он перестал пить естественно вот ну вернулся уже больше не сорвался тоже что же важно вот вот поэтому считается да что это икона может помочь таким людям которых есть плены зависимости и большая скажем очень тот приход людей к этой иконе себя очень я сам был там несколько раз так всегда есть люди будний день простой день воскресенье праздники вообще очень много людей вот и мы организовываем даже вот паломнические поездки до от приходов туда едем именно помолиться к этой коне это близко два часа примерно из ты недалеко у нас подмосковье сейчас сделаем небольшую паузу напомню что мы остановились на том что один из первых до или самых важных способов это будет молебен до который как бы заставляет человека моли подумать и помолиться и это входит так сказать вот в эту работу и о других аспектах этой деятельности такой важный на мой взгляд потому что порой человек не может справиться если он верит в бога и является прихожанином какой-либо церкви ему церковь может в этом помочь сделаем небольшую паузу вернемся в студию напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях члены парфиального отдела по работе с медицинскими учреждениями и по утверждению трезвости и профилактики зависимости клирик свято-троицкого храма города люберцы и рей иоанн вячеславович сипович отец иоанн вот мы остановились с вами что молитва люди которые выцерклины что называются да они понимают что молитву они верят поэтому они считают что молитва можно даже чек остановить от этого а люди которые например ну не очень выцерклины или по крайней мере только начинают приходить к богу она ниже то молитва не сразу может подействовать но это обязательное такое условие в вашей работе если человек пришел говорит вот покажите говорят есть икона я брошу пить куда мне идти молиться и чё говорить можешь так чек прийти может конечно прийти но всегда мы стараемся сказать да что у нас мы обращаемся господу богородицы вот но и надо самому делать какие-то шаги вот вперед какие какие сейчас есть достаточно уже поддержки для человека было было желание который хочет то есть такая схема выстроена уже на есть группы анонимные для алкоголиков наркоманов есть психологи которые занимаются именно профессионально именно проблемой зависимости есть в монастырях при храмах делают специально для того чтобы люди смогли отвлечься выйти из своей какой из своего мира вот это негативного в реальный мир и увидеть что никто не пьет все работают все молятся меняется график да то есть человек начинают ощущениями по-другому видеть и человек который там страдает и которому пренебрежительно возможно относились близкие люди видят что его любят поддерживают даже вот с такой проблем и у него не меняется немножечко от это мировоззрение в нашем направлении то вот у нас есть реабилитационные центры в церкви которые именно эти вот я знаю что общество трезвости даже у вас есть при казанском храме на территории вот люберецкого благочиния вот давайте немножко об этом поговорим потому что ну сразу же скажу что люди которые живут давно уже они помнят наши было несколько советское время компаний по борьбе с алкоголизмом сначала была брежневская компания в 70-х годах вот после чего стали вводить ограничения по продаже и так далее все почему-то с горбачевым связывают а это было чуть позже но тогда конечно она была такая глобальная потом еще немножко при андропе это все было а потом как-то это все сошло на нет мало того в 90-х годах это все еще и активизировалась потому что конечно же нужна прибыль а прибыль это продажа алкоголя как мы знаем не только как оголь алкоголь и всех прочих зависимостей же еще и табачная зависимость которая тоже такая до сих пор не не полностью искоренена так вот как вот общество трезвости которые тогда создавались на уровне государства да как они работают в храме что это так ну насчет я не знаю как сравнить вот именно государственный советского времени с нашими современными о вашем расскажите о нашем казанский храм в котельниках там общество трезвости берег надежды люди собираются два раза в неделю вместе и один раз онлайн через дистанционная связь да вот обсуждают работают там психологи которые прошли обучение не вот и они вместе обсуждают свои как бы проблемы связанные зависимостями откровенный разговор взаимоотношения с родными с близкими ну вот бывают делают постоянно выездные какие-то мероприятия да то есть выезжают к примеру сплав по реке а то есть вот такой да как какие-нибудь здоровый образ жизни да сейчас называют да 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 то есть какие-то и показывают этим и себе и окружающим да то есть что можно можно спокойно отдыхать и на природе и музыкой заниматься и рисуют они ну давайте мы сейчас у нас есть возможность да все таки здесь недалеко как туда попасть куда-то прийти позвонить записаться или кому-то обратиться да я не знаю может надо дать телефон но я думаю что можно всегда может это общее дело дело вот и а так можно легко в интернете забить найти казанский храм котельники вот берег надежды группа и обратиться прийти вот приходят и созависимые люди да то есть родственники больных людей до которые не знают как себя вести с ними как общаться да ну к примеру в семье хотят бросать человека и жить невыносимо да и брось невозможно а кто эти люди вот вы говорите их готовят и так далее ведь каждая человеческая судьба это одна она одна единственная у всех вроде бы одинаковая проблема но каждый к ней пришел до разными путями и пытается а выйти хотят все в общем-то в нормальную такую человеческую жизнь это же такой индивидуальный подход или там есть индивидуальный и если можно сказать командный да есть наверное общие какие-то моменты которые делаются для всех для всех вот но и с каждым человеком индивидуально работает вот психолог психологи работают именно помогают с каждым почему как так получилось что человека возникла такая проблема то есть это конечно надо нужно все обсуждать и проговаривать вот такой такой момент знаете как вот при любом проекте как сейчас говорят да а в данном случае речь идет о таком социально важном до значимом проекте как что на выходе вот эти же люди они как постоянно ходят или те кто нашли в себе силы может быть и с вашей помощью до начинают новую жизнь они к вам потом приходят возвращаются или просто излечившись даже вашей помощью еще и можно сказать на таком уровне на церковном месте в церковном уровне они уходят и живут нормальной жизни или а них все время нужно поддерживать то есть каков итог вашей работы что вы видите мы радуемся когда видим на положительному итогу люди приходят возвращаются да кто-то проблему решил все я вам не хожу все нормы вот но большинство людей конечно возвращаются и хотят помогать да таким же людям которые они знают через что прошли сами и знают через что проходят эти люди они приходят и рассказывают на своем примере как бы посредники получаются вот и нам и они очень помогают в этом в том что они смогли сами справиться и несут это другим людям которые говорят что люди доктора вырываются из этих лап что называется да они становятся такими очень но если можно сказать проповедниками да в своем стиле такого здорового правильного образа жизни но ведь некоторые мы же прекрасно понимаем есть которые срываются бывают такие люди которые уходят потом опять возвращаются и ну как вот с ними быть потому что было хорошо да если бы человек пришел вот единожды ну как бы излечился и ушел а бываешь наверно такие которые конечно бывают к сожалению и упал вставай где двигайся дальше да главное чтобы чего не говорите не приходи к нам больше у тебя не получается когда такого никто не скажет вот потому что все мы состоим до из разных страстей наклонности да то есть у каждого есть свои грехи и они все время вы прорываются периодически ну вот конечно если там человек держится старается но срываются да люди приходят главное чтоб человек потом понял что я есть куда прийти и остановился взялся за голову пришел и пойду дальше правда важно например вот чем отличается когда врач когда зависимый приходит к врачу к хорошему который умеет разговаривать поднимает проблему он же пытается до рассказать все о себе потому что он хочет излечиться до либо его кто-то приводит со родственниками все отдельно поговорим до другой момент когда он приходит к священнику до скажем так или команде священников которые специально этому вопросу обучались как вот здесь происходит этот разговор потому что одно дело там муж какие-то таблетки может быть прописать а здесь можно прописать кроме молитвы кроме молитвы что-то сложно записать это наше такое универсальное средство но если человек приходит также душу излить таска из меня дали на ваты справа вот мы даем ему как бы алгоритм действий участие в жизни церкви то участие в таинство так да то есть совместные там богослужения да то есть помогаем человеку подготовиться вводим его в церкви чтобы у него изменился немножко даже образ жизни чтобы он до стал по-другому мир ощущать существовать по-другому добыть до не существовать а именно быть вот тут наверно важно так и вот тут еще такой вопрос возникает вы упомянули что есть родственники иногда родственники настолько измождены вот этой обстановкой что им отдельно нужна помощь вот вы как-то учитываете этот вопрос тоже да также есть у нас группы со зависимых людей называется это те люди у кого в семье или там самые близкие там друзья зависимые люди очень часто что им тоже нужна поддержка и психологическое да то есть и общение они очень часто бывает что не знают как себя вести с вот этим страдающим родственникам с одной стороны это близкий любимый человек которого любишь и цели деда с другой стороны жизнь бывает да невыносимая когда выносят там уже из дома последнего избивают страхи происходят и вот мы помогаем людям научиться взаимодействовать с этими людьми вот и опять же люди с обратной связи к нам возвращаются и благодаря то есть после вот этого изменения того что общение да и сам больной вот этот зависимый человек начинает после того как меняются его родственники сам начинает меня понятно спасибо огромное ирия началась сипович члены партиального отдела по работе с медицинскими учреждениями и по утверждению трезвости и профилактики зависимостей клириксы от троицкого храма города люберцы если кому-то это действительно очень понадобилось можете пересмотреть нашу программу еще раз там найдете куда обращаться и кто знает может быть это тот самый способ который был приготовлен специально для вас спасибо огромное программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а